Доброе утро! Поставьте плюсики, как слышно. Привет всем! Я очень-очень соскучилась, как я рада вас видеть. Спасибо, что пришли на планерку, несмотря на выходные. Ждать мы не будем. Как говорится, пунктуальность, вежливость королей. Кому нужно, приходят вовремя. Не нужно, значит, им в другом поезде нужно ехать, в другом вагоне. Я поставила запись, поэтому, да, человек, если не получается, он посмотрит в записи. Привет всем, ребят! Как дела? Как настроение? Кто готов к новым подвигам? Хвалитесь, пожалуйста, своими успехами. Меня не было с вами, наверное, 5-6 дней. Мы уезжали в город Казань с дочерью. У нас были такие спонтанные каникулы. Такое чудесное приключение получилось, совершенно неожиданное. Нам Миша сделал подарок новогодний, январские каникулы просто устроил нам бесподобные. И я хочу сказать, что это, знаете, огромное такое ощущение свободы и счастья, когда вы можете, даже так не планируя, устроить себе праздник обалденный просто. И это одна из моих целей, которых всегда стоит, чтобы было свободное передвижение по миру, по планете, свободное, знаете, как вот посещение магазинов, там кафе без того, чтобы там без оглядки на кошелек. То есть мы так отрывались, вы не представляете, просто вот мы с дочкой просто, хочешь новую стрижку? Да, поехали, поехали в классный салон красоты, постриглись. Хочешь туда? Да, то есть мы посетили классные места, мы были в ревьере, в аквапарке. Вообще просто чудесно провели время, настолько классно, даже не знаю, мне не хватает слов просто описать это. Какие у вас успехи? Как начался ваш год? Так ли, как вы хотите? Или еще есть над чем поработать? Пишем в чате все, хвалилка это одна из важнейших составляющих успеха. Ребят, если вы не научитесь подводить итоги дня, итоги месяца, каталога, года, квартала, то вы, наверное, будете долго топтаться на месте, а я думаю так вот, что люди, которые сейчас пришли на планерку, которые ходят на семинары, на тренинги, вы действительно хотите успеха, вы хотите роста карьерного, личностного, вы хотите, чтобы ваша жизнь изменилась, иначе бы вы не пришли. Правильно? Поэтому учитесь подводить итоги каждый день, что я сегодня сделал, да, куда я продвинулся вперед. Давайте поприветствуем все новичков, вы молодцы, уже только потому, что приняли решение изменить свою жизнь к лучшему. И в связи с этим хочу вам, пока вы сейчас пишете хвалилки, хочу дать две рекомендации. Вчера посмотрел чудесный фильм, у нас вчера был семейный вечер, только приехали вчера, и с детишками, у нас Лера, дочка, и пришла ее подружка Даша, мы смотрели вместе удивительный фильм «Прогулка». Это фильм о том, как найти свою мечту и идти к ней. И как по дороге вы соберете команду единомышленников, людей, которые будут вас поддерживать и сделают все, чтобы у вас совершился ваш прорыв. Потому что мечта должна быть такой, чтобы у людей были от нее мурашки, и они хотели к ней идти. Найдите свою мечту и вперед, каждый день совершайте маленький подвиг, двигайтесь именно к ней, и все дороги приведут к вашей мечте, у вас все получится. Вы знаете, вот этот фильм держал в таком адреналине на протяжении от начала до конца. Просто этот фильм, который не дает скучать, этот фильм, который действительно даже жалко спать, после него хочется уже действовать, уже рождается идея, как, что делать. И самое главное, вот, ребят, если у вас что-то не получается, а вы видите, что у других людей рядом же, которые в нашем же проекте получаются, то вопрос не в компании, не в продукте, вопрос только в вас. Действительно, вот вы, насколько вы хотите, чтобы у вас получилось, и какая мечта вас поджигает, ради чего, ради кого вы делаете, ради кого вы встаете, ради кого вы садитесь за компьютер, ради кого вы будете делать рассылки, да, бесконечный поток рекламы давать. Надо смотреть такие вещи и нужно читать. Я с собой в дорогу брала книгу, всегда беру книги, и не просто литературные, и романы, хотя это, конечно, может быть, тоже их нужно читать, но, к сожалению, да, может быть, к сожалению или к счастью, я предпочитаю читать литературу, которая развивает мозги, которая развивает яркие черты характера, которая направляет, которая помогает в развитии. И вот одна из книг, великих книг, это «Витамины для ума». Написал её Джим Рон. Джим Рон – это вообще великий человек. Одна из его фраз, которую я часто повторяю на тренингах, на семинарах. Вы же не дерево, вы можете выбирать, где вам жить, что вам делать, что вам есть, чем заниматься. Вы не дерево, вы можете себя передвигать. Это дерево выросло вот в одном месте, и оно будет всегда там, пока его не сломает стихия, природа, или он не состарится, и просто не разрушится, или его спилят. Поэтому, ребят, всё в ваших руках. Вот посмотрите, мы работаем с вами в одной компании. Посмотрите, почему есть люди, которые пришли, может быть, позже вас, а у них доход уже больше. Почему кто-то зарабатывает 100 рублей, а кто-то 1000 долларов? Дело только в вас, в том, что вы читаете, что вы смотрите, что вы делаете каждый день. Только в этом всё делают. И вот открываю книгу, она сейчас у меня в руках. Вот любую страницу. Открыла страницу 37. Написано, следите за своими результатами. Не желайте лёгкого, желайте, чтобы вы были лучше. Не желайте меньше проблем, желайте больше умений. Не желайте меньше испытаний, желайте больше мудрости. Вы знаете, вот каждая страница в этой книге, каждая строчка, она просто вот ценность. Люди, не ищите лёгких путей, развивайтесь, обретайте новые навыки и новый опыт обретайте. И фраза, которая на протяжении всей книги, вот красной линии идёт, написана, Пусть другие живут недостойно, но не вы. Пусть другие спорят по мелочам, но не вы. Пусть другие плачут по мелочам, но не вы. Пусть другие отдают свою жизнь в чужие руки, но не вы. Вы знаете, вот у меня прям мурашки. Я эту книгу читала вообще вот просто вот с таким азартом. И она такая коротенькая. Мне так жалко было, что вот эти вот 100 страничек, 103 странички, что они быстро закончатся, потому что я просто хотела её читать, читать, читать. Потому что это вот каждая строчка в ней, это просто кладезь, кладезь цены. Я знаю, что я её буду перечитывать ещё, и я буду её использовать как настольная книга, потому что это действительно настольная книга бизнесмена. Я вам рекомендую сегодня прямо её найти в интернете или купить и начать читать прямо сегодня. Кто это сделает, ставьте плюсики в чате. И сегодня на нашей планёрке я вам не буду рассказывать про акции. Я думаю, вы про них сами посмотрите. Я только намекну, где их смотреть. Открываете личный кабинет. И вот здесь вот сразу на первой страничке, на вашей главной идёт, когда главную открываете, стартовая программа. И вот здесь все новости. Ребят, все подсказки есть в личном кабинете. Как говорится, даже к бабушке ходить не нужно, всё у вас под рукой. Здесь в вашем личном кабинете есть всё. Есть электронный каталог. Есть вот в этом разделе, как сделать Е-каталог и интернет-магазин. Здесь вы можете посмотреть всё по вашим заказам. Здесь всё по вашему бизнесу, по структуре, по акциям, по конференциям, где, что, когда происходит. Всё тут как на ладошке. И шикарное обучение от компании. Открываете, смотрите, читаете, впитываете всё. Самое главное – применяйте. Мне очень понравилась практика, которую вёл Миша, Михаил Булавцев, когда он берёт своего партнёра активного и даёт возможность выступить на планёрке. Ребят, практика просто умопомрачительная, потому что для вас это маленький подвиг. Маленький, на самом деле, он гигантский, потому что именно с выступлений начинается рост карьерный, рост личностный, потому что деньги лежат на сцене. И я вам хочу дать маленькую рекомендацию. Попроситесь к своим наставникам, чтобы вам дали слово. Подготовьте несколько слайдов. Вам же ваш наставник поможет их сделать, научит, как их сделать. Загрузит в комнату. Поможет вам с микрофоном, да, с настройкой. Попроситесь выступать. Проситесь каждый день. Рвитесь на сцену. И тогда у вас будет очень быстрый рост. Вас заметят все. Ваша команда будет видеть, что вы активные и будут стремиться повторить за вами. Если же вы нигде не появляетесь, ребят, это, ну, вы себе даёте большой минус. Вы себя держите на месте, в рамках. Отпустите рамки, да, скиньте оковы, скиньте бронежилеты свои, страхи все. Идите вперёд. Учитесь и делайте шаги. Учитесь и сразу применяйте. У нас, знаете, вот чем отличается проект от любой работы? Вот на работе вы можете создавать видимость работы, и вы всё равно получите зарплату. Ну, или в какой-то момент вас уволят, скажут, вы нас не устраиваете. У нас же в проекте вы не можете создавать видимость работы. То есть, если вы её создаёте, то вы сидите на нуле. Вы не двигаетесь. Вы не получаете денег. У нас не будет зарплаты, пока мы не начнём действовать. Поэтому здесь никому не нужно, чтобы вы просто были записаны и были. Надо проявляться, двигаться вперёд. Все бы меня услышали, поставьте пятёрочки. И подумайте, что вы прямо сегодня сделаете для того, чтобы двигаться вперёд. Какой вы прямо сегодня совершите маленький подвиг для себя. Ребята, вот из маленьких подвигов состоят огромные результаты, огромные успехи. Ломайте все шаблоны, рушьте стены. Всё, что вам навязывало общество, что не надо выделяться, не надо рыпаться. Мы и так не хуже других живём. Да, и ещё разные формулировки. Как говорится, не было денег и не будет. Да, никогда мы не жили хорошо и не будем. Ломайте эти стереотипы. Ломайте, двигайтесь вперёд. Потому что из этого растёт, как говорится, очень мощная личность. Я вам сейчас расскажу один пример, который со мной происходил. Я вообще человек очень простой. Я выросла в простой семье. Мама с папой обычные работяги. У меня папа инвалид второй группы. То есть он такой нерабочей группы. Мама обычный человек, который училась на швию в училище, закончила училище. У нас трое детей в семье. Старшая сестра и младший брат. Выросли в деревне. То есть заросли за счёт огорода и скотины. Да, вот жили. И у меня вроде бы как бы не было никакого примера перед глазами, чтобы в нашей семье у кого-то был бизнес или достаток. Жили очень-очень средненько, прям даже ниже среднего. И однажды в жизни мне встретилась подруга, одна женщина, с которой мы подружились. И она мне сказала, тебе нужно пройти тренинг личностного роста. Я тогда даже не знала, что такое эти тренинги. И я жила в Саратове, а тренинг проходил в Самаре. И стоил он безумных денег. То есть для меня это было примерно 10 моих зарплат. Вот стоимость этого тренинга. Нужно было ехать в Самару, где-то там жить. И она говорит, тебе надо его пройти. Этот тренинг изменит всю твою жизнь. И она говорит, я тебе одолжу денег. Ты когда вернёшься, ты мне их отдашь частями. Не переживай. Ты после этого тренинга изменишь всё. Ты начнёшь жить по-другому. Вы знаете, мне было безумно страшно. Представьте, это почти год моей зарплаты. Год. И я всё-таки решилась и поехала. Я взяла у неё деньги взаймы. Я приехала в Самару, в незнакомый город. Первый раз. Я никого там не знала. Я пришла по адресу, который мне дали. Вы знаете, там толпа народу разного возраста. И молодые, и пожилые. И как я, ровесники. Постарше, помладше. Человек 60. Вот приехали на этот тренинг. С разных городов. Вообще, это было что-то для меня вообще колоссальное. И этот тренинг назывался... Сейчас он называется «Лайспринт». А тогда он назывался «Лидеры планеты». Лидер мира. Вот так он назывался. Лидер мира. Вы знаете, этот тренинг шёл несколько дней. И мы его прямо проживали. То есть он шёл с утра и до позднего вечера. И там были разные задания. Выходить на улицу. Делать такие вещи неординарные. И одно из заданий у нас было разбиться на пары. И придумать, как заработать денег. То есть нужно было заработать денег. То есть прожить этот день как-то нестандартный. И заработать денег. Представляете? Я уже не помню, как кто это сделал. Но я помню, как мы это сделали. Я попала в пару с одним молодым человеком. И тоже откуда-то он из очень далека приехал. Далёко-далека. И мы просто пошли по улице. И просто, знаете, в такой панике, что делать? Вот что делать? И я так и говорю, раз задание есть, значит, есть решение. Мы его обязательно выполним. И сейчас придёт возможность. Мы просто шли по улице и увидели, что работают люди на улице. Они копали ямы для того, чтобы установить вот эти рекламные щиты. Представляете? И мы подошли к ним и сказали, а вам нужны помощники? То есть мы хотим заработать. То есть мы готовы работать, если для нас есть работа. И они сказали, нужно выкопать яму. Они такие, яму? Они такие, да. Они нас отвели на участок. А там была разметка. То есть огромная квадратная яма. Дали нам две лопаты. И ушли. Они сказали, мы придём вечером принимать работу. Или если вы сделаете раньше, позвоните вот по этому номеру. Они нам должны были заплатить по тем деньгам 800 рублей. Ребята, представьте, я на каблуках. В красивой одежде. Просто копала яму в Самаре на улице. Это было вообще что-то неординарное. Мы её выкопали, нам заплатили деньги. Вот, понимаете, как бы, может быть, для кого-то это смешно. На нас шли люди смотрелись. Кто-то смеялся, кто-то показывал пальцем. Да. Я делаю и думаю, боже, что я делаю? Как я вообще здесь оказалась? Что творится со мной? Ребята, ну, после этого, после этого случая в моей жизни, после этого тренинга, моя жизнь действительно вся поменялась. Поэтому совершайте невероятные вещи, совершайте невероятные поступки. Выходите за рамки, за границы. До своего предела. То, что вы себе придумали, что вы вот это можете, а это нет. Нет, ребят, вы можете всё, абсолютно всё. Нет такого, чего бы вы не могли. Поверьте мне, что вот, ну, если вы что-то сильно захотите, то вы сделаете всё. Просто если вы это не сделали, если вы не достигли успеха ещё, то вы просто этого ещё не захотели. Просто вам ещё это было не нужно. Может быть, кому-то из вас эта история поможет в движении, да, вперёд. Я надеюсь, что я её не зря рассказала, потому что у меня таких историй очень много, но сейчас самое главное, что я могу вообще всё. У меня вообще предел нет. Если вы меня что-то спросите, там, ты можешь? И даже не сомневайтесь, я на любой ваш вопрос скажу, да, я смогу. Если я пока не знаю, как это сделать, я найду возможность, как это сделать. Я обязательно найду, я сделаю. И я вам желаю, чтобы вы тоже вот так же неумолимо, неутомимо шли вперёд, потому что это очень интересно, просто очень интересно. Да, у Джима и Рома все книги очень интересные, поэтому нужно читать и развиваться. Сколько вы запланировали себе прочитать книг в этом году? Ребят, напишите цифру, сколько вы запланировали прочитать книг в этом году. Я не вижу цифры. Неужели вы никто не запланировал читать книги? Я запланировала прочитать 30 книг. Сейчас я прочитала одну целиком и одну наполовину. Сколько вы запланировали посетить тренингов? Кому вы запланировали сходить на семинары? Ребят, это всё нужно прописать. Я вам всем на почту отправляла планировщик в конце года, где-то числа 29-30-го. Кто сделал этот планировщик? Кто с ним поработал? Одна цифра, 3-4. А почему так мало? Почему так мало? Я думаю, этот слайд вы уже прочитали. И немножечко поговорим о планах. Смотрите, если вы ещё не запланировали каталог, то сейчас самое время взять ручку в руки, таблички и расписать свои чёткие планы. Ну, Свет, это же тоже прочитать. Слушать, читать, это как ты воспринимаешь. Как ты воспринимаешь, так это и будет. Саша, в чате ссылку скидывала. Сегодня продублирую, сейчас себе запишу. Планировщик скину в чате. Обязательно сделайте план на несколько лет, на год, на каталог. У вас всё должно быть расписано. Вот смотрите, если вы новички, а я знаю, что у нас в комнате есть новички, то вам нужно поставить себе план 3 или 6% минимум. Да, 3, 6, 9% для новичка – это нормальный план. Расписывайте сначала вот так вот. Сколько сделает личный заказ за каталог? То есть мы стремимся к цифре 150. По команде 200, 300, 450 баллов. Пишем. Сколько личных регистраций? Ребят, я приехала вчера домой в 5 утра. Где-то уже примерно, не помню, в 7 вечера, в 6-7 вечера я получила первую регистрацию. Ребят, нам платят деньги не за то, что мы ходим на тренинги, не за то, что мы записаны в команде, за то, что мы организуем товарооборот. Товарооборот может организоваться только, когда мы организуем команду. То есть первая задача, которую мы должны научиться, именно рекрутингу, 1-2 регистрации в день, надо научиться поставить это на поток. Если нет регистрации, значит, вы просто не даете рекламу. Значит, вы не добавляете в друзья. Все дело только в количестве действий. Поток регистрации будет однозначно. Сколько вы планировали регистрации? Напишите. У нас в комнате 11 человек. Ответил только Наташа, Даша и еще одна Наташа. Остальные? Ребят, учитесь работать на планерке. Вот какая цель вчера стояла? Сколько регистрации? У меня вчера стояла цель – одна регистрация. Я ее получила. Если бы поставила бы две, я бы делала, пока бы две не получила. То есть мы ставим цель – научиться рекрутировать, поставить на поток. Не отсиживаться, ребят, не ждать, что кто-то нам подкинет регистрации. Это не считается личное. Далее. По команде планируем, сколько командных регистраций. Учим партнеров рекрутировать. То есть пришел к вам партнер, сразу учите его зарегистрировать первого новичка. Наташка, прорвемся. Что значит, ребенок приболел? Быстренько ему омеги-3, стоксантина, и он будет как порхать, как бабочка. Расписали. Делим на недельку. Очень просто, берем этот планировщик себе, делим. В неделю 50 баллов. Товарооборот команды такой. Личных регистраций в неделю всего лишь 3. 3-7. Я новичков-то сильно не нагружаю, но если вы уже в команде давно, и у вас много инструментов, то нужно делать. Привет всем. Командных регистраций запланировали, значит у вас должен быть помощник, уже партнер, который тоже рекрутирует. И так каждую недельку. Далее, расписывайте себе по дням. Берете неделю и дробите, что в день. 10 баллов личный заказ. Я вчера приехала, сразу думаю, так, нужно заказы собирать. Кому? Чего? Я написала клиентам, смски, ВКонтакте, позвонила. То есть я вчера уже сразу включила вот эту махину и начала ее раскручивать. Кстати, пока я была в Казани, я работала, я ВКонтакте переписывала с друзьями, я поздравляла всех с днем рождения, я никого не пропускала. То есть я привлекла внимание нескольких людей, которые сами меня спросили о работе. И вчера в результате была регистрация. Понимаете? То есть надо работать постоянно. То есть у нас фокус. Каждый день маленькие действия. Вечером сели, подвели итог. Я сегодня приняла заказ, да, вот это вот, я сделала его или нет? Я сегодня, да, с командой сделала это или нет? У меня сегодня была регистрация или нет? Если не было, срочно, что нужно улучшить в своей работе? Какие еще создать инструменты? Что я делаю не так? Может быть, я делаю мало действий? Сразу к спонсору. Почему у меня сегодня не было регистрации? Посмотри мою систему работы. Может быть, я не те дожималки отправляю. Может быть, я неправильно строю структуру разговора, переписки, диалога с кандидатом. Все, смотрим, вечером подводим итог. Да, все себе расписывайте. Сколько рассылок, сколько раздать каталогов, электронных каталогов. Засекайте время работы. У вас должно быть четко все расписано. Сколько мне времени нужно на подачу рекламы? Сколько времени мне нужно, чтобы новичка запустить, помочь ему начать работать, раскрутиться? Вы должны все работать секундомером, ребят. Чтобы у вас день проходил не просто у компьютера. Чтобы вы целый день просидели, а вечером говорите, что-то у меня ничего не получается. А когда вы четко будете знать, чтобы сделать вдруг вокруг 300 рассылок, мне нужно 30 минут, вы засекли время и чешете вперед. Что мне нужно сделать? Сколько времени, чтобы зарегистрировать новичка? Две минуты максимум, чтобы отправить ему первые письма, включить его в команду, в разговор, в переписку. Позвонить ему, сколько мне нужно на это времени, что я буду с ним делать. У вас, ребят, четкие инструкции есть на сайте успех действия. Он, конечно же, объемный, но если вы каждый день в нем находитесь, то вы быстро привыкнете, и он для вас будет просто как инструкция. Я утром с чего начинаю? Я открываю сайт успех действия, и все шаблончики у меня под рукой. Все, что нужно делать, какие отправить ссылки новичку, какие видюшки, а что ему написать. Я ничего не сочиняю, поэтому времени уходит очень мало. Очень быстро все делается, четко. И я себе ставлю плюсики. Отправила новичку первое письмо, плюсик поставила. Поговорила с ним, плюсик поставила. То есть все четко. И включила в работу, значит движение есть, да, все идет. Это понятно, ребят? У кого расписан план на каждый день? Поставьте в чате пятерочки. Когда вот маленькими кусочками мы делаем, идет отличное движение. Каждый вечер подводим итог. Я вам рекомендую начать вести дневник успеха. Каждый вечер записывайте, что вы сделали сегодня, чему научились, какое видео посмотрели, какую читаете книгу или закончили читать. Сделайте вывод, напишите вывод с видео, с книги, чтобы у вас эти знания все закреплялись на подкорке. Это очень, кстати, интересно и очень здорово развивает вас как личность. Каждая книга вас будет развивать. Но не роман про любовь, ребят, а такие книги, как «Богатый папа, бедный папа». Такие книги, как у Джим Рон читается, да, их у Бода Шефера. Какая разница, Саш, плюсики. Я, конечно, я веду, когда партнеров, я веду на бумаге. У меня журнал. Мне так удобнее. Хотя есть также журнал у меня и в интернете, но туда я скидываю только ссылку на страничку партнера, чтобы не потерять, если вдруг страничку заблокируют. А так я веду журнал себе бумажный. Хотя, конечно же, нужно приучаться все делать в интернете. Потому что я уехала в Казань, я с собой бумажный журнал не повезла. А в интернете у меня все будет под рукой, конечно же. Это удобнее. Так, далее. Два человека всего. Два человека поставили пятерку. Ребят, почему у вас нет плана на день? Как вы живете без планов? Я не представляю. Это катастрофа. Срочно себе напишите сейчас, написать план на каждый день. Что важно делать каждый день? Если у вас уже появилась маленькая команда. Каждый день приучите себя вызывать распечатку. Отслеживать, у кого какие есть показатели. Кто проходит у вас стартовую программу. Кто немножечко в премьер-клуб не хватает, нужно войти. Кто у вас еще не разместил заказ. Немножечко не хватает до уровня, 3-6% и так далее. Не забрал подарки. Вышел на какой уровень, сам не активен. То есть наша распечатка – это мощный рабочий инструмент. Что это вызвает распечатку? Откройте, пожалуйста, каталог вебинаров. И там есть запись вебинара, которую Миша проводит. Каждый каталог два раза примерно. В конце каталога обязательно. Как работать с распечаткой. Посмотрите в записи. И работайте с распечаткой каждый день. Это такой мощный инструмент. Нельзя его, как говорится, выпускать из рук. Я очень соскучилась по презентациям. Сегодня буду вести в 14.00. Я жду вас, ваших гостей, родственников. Пригласите, пожалуйста, всех-всех-всех. Я буду рассказывать о нашем проекте. О том, как заработать с нуля, выйти на тысячу долларов и так далее. Так, это я не буду рассказывать. Что нужно выполнять каждый день? Ребята, правило трех П. Посещать, приглашать, потреблять. Это правило трех П. То есть здесь простые действия, которые мы делаем ежедневно. Обучаемся. Каждый день у вас должно стоять в расписании что-то. Или чтение, или просмотр вебинаров важного. Не просто смотрите все подряд, а смотрите те вебинары, которые мы рекомендуем. Открывайте каталог вебинаров, открывайте там тему, которая вам интересна и смотрите. Собирайте заказы, учитесь делать 150 баллов. Это важно, чтобы получать все премии и бонусы. Если у вас сразу не получается, это не страшно. Примерно к 9% вы должны этому научиться, потому что на 9% вы уже будете терять достаточно много денег. Далее. Составляйте список знакомых и постоянно его дополняйте, потому что из наших знакомых формируются самые лучшие команды. Приглашайте каждый день на презентацию гостей, ребята. Каждый день. Сами ходите, учитесь ее проводить. Нарабатывайте этот опыт, потому что чем быстрее вы сами научитесь проводить презентацию, чтобы вы могли ее провести где угодно. В кафе, в гостях, пригласив к себе в гости людей. Чтобы вы могли рассказать суть бизнеса, просто взяв салфетку, любой лист и расчертить, объяснить, как эта схема работает. Создаете странички, рабочие инструменты. Обрабатывайте их каждый день. Делайте рассылку. Ребят, не делайте мало. Ставьте себе в план 500 штук и сделайте больше. Не делайте меньше. Не давайте себе поблажек. Только быстрый, мощный поток рекламы приведет вас к отличному результату. Быстро отвечайте на отклики. И регистрируйте каждый день свою команду новых партнеров. Тогда ваша команда будет быстро расти и вы быстро станете миллионером. И полезные советы миллионера. Следите за своим здоровьем. Потому что здоровье, как говорится, если есть деньги, но нет здоровья, то, как говорится, уже неинтересно. Будьте здоровы, пейте много воды. Мы с Мишей стали наливать утром себе полутора литровые бутылки, ставить себе на рабочий стол и пьем каждый день много воды. То есть мы следим, чтобы вода у нас заканчивалась к концу дня. Завтракайте по-королевски, обедайте как принц, а ужинайте как нищий. Ешьте больше продуктов растительного происхождения. Ешьте меньше фастфудов и полуфабрикатов. Больше играйте в игры, они развивают, они дают энергию. Да, будьте детьми. Да, учитесь у детей быть любопытными, задавайте много вопросов. Прочитайте больше книг, потому что они будут развивать вас. То количество книг, которые вы прочитали, они будут, как говорится, суммой вашего дохода. То есть кто читает много, тот богат и кто применяет. Каждый день медитируйте хотя бы 5-10 минут. Позвольте своему телу расслабиться, отдохнуть, отпустить ум и просто насладиться одиночеством, тишиной. Спите 7-8 часов в день и гуляйте, ребят. И не просто прогулка не считается за прогулку, если вы куда-то идете по делам. Нет, специально вышли для прогулки. Во время ходьбы это созерцание и улыбка. Это очень важно. Это очень круто. Кто будет делать? Поставьте плюсики. Кто считает, что можно выполнить все эти правила, полезные советы для того, чтобы быть здоровым, сильным, успешным, красивым, притягивающим как магнит к себе других людей? Конечно, это возможно и нужно просто это делать. Распечатайте себе эти правила, повесьте на своем рабочем столе и просто сделайте их каждый день и будет вам счастье. А сейчас предлагаю написать планы, что вы хотите сделать прямо сегодня для того, чтобы вечером сказать себе, «Я молодец, я сделал все, что мог и даже больше, и я счастлив и ложусь спать с чувством полного удовлетворения». Кто сегодня что планирует делать, пишите в чате. Если есть вопросы, особенно у новичков, вопросы пишите, не стесняйтесь. Для того и нужна планерка, чтобы все проработать. Пишем, пишем. А я вам сейчас поставлю классное видео, вдохновляющее на успех. Вам желаю отличного дня. Если увижу вопросы, то, конечно же, вернусь, на них отвечу. Ой, Дума и Богатей, шикарная книга. Она у меня в планах стоит перечитать ее в этом году. Отлично, пошли планы, молодцы. А я ищу вам видео хорошее, вдохновляющее.